Прием, прием, здарова всем, с вами Хилл Херц, и это у нас Ремненд Фром Зэшес на консоли. На консоли PlayStation 4 Slim, чтобы вы не думали, что я придумываю, вот. И, знаете, я потерял игру, прям с самого начала, с чем я столкнулся, я не могу поменять управление, то есть я люблю... 12 фпс в моих глазах, мать моя, как же это? Мало того, что пиксели вижу, так оно все покадриво движется, это просто жесть, это прям вакханалия. Короче, я хочу ворачиваться на нолик, но на нолик персонаж почему-то приседает. Вот, видимо, бутылку ищет. Простите мне мои неуместные шутки, так вот, ну, ну будем пытаться. Ой, я не помню, что я хотел сказать, не думаю, что это что-то было важное. Так вот, сегодня у меня 14.03, игра дали, наверное, 5 марта, но все эти дни мой Wi-Fi интернет пытался ее скачать. Прошу прощения, что так долго? Ну так вот, давайте попробуем. Я уже немножко тут, ну как немножко зашел, я офиговал от того, что не могу поменять управление. Из приятного хочу сказать, что... Че? Перемещение невозможно докуда? Не прочитал секундочку. До полной установки игры. Твою-то мать, вы сейчас серьезно? Ну, чтобы вы понимали... Вот все сломалось, шеф, все сломалось. 10 минут осталось. Давайте посмотрим, как быстро у Влада что-то грузится. 5-8-5. Почти как золотой салон. Ну вот, мы все еще 5-8-6. Как вам такое? Чтобы вы 5-8-7. 5-... Нифига себе разогнался, ты смотри, что творится. Это я к тому, чтобы вы не думали, что я там, типа, контент не хотел делать. Сейчас у меня реально очень серьезные траблы в плане интернета. Ну что ж, жду 10 минут. И, наверное, мы когда-нибудь продолжаем. Вы не поверите. Подождите. У меня есть режим выживания. Не, у меня есть компания. Есть приключения. Давайте, наверное, просто приключения создадим быстренько. Какой мне мир нравится? Я, наверное, землю люблю. Вот, побейте меня, но люблю. На высокой сложности давайте. С нуля как жесткие, поехали. Да я умею, господа. Я все знаю. Примещение. Город. Тупо в сити. Приятно то, что игру мне пришлось перезапускать. Ну что ж, посмотрим, каково это консольный гейминг. Ощутить на себе в полной мере. Не думаю, что видео будет длинное. Вот так, по рофлим. У меня, напомню, PS4 Slim. На прошке, думаю, все гораздо быстрее, лучше и качественнее. То есть игра все еще грузится? Ох уж распустили меня эти ваши SSD, знаете ли. Она все еще грузится. Мать моя. Как вообще на консолях старого поколения? Ну, а говоришь то, что про старое поколение я упоминаю ввиду старых HDD, которые грузят все по 8 дней. Как вообще во что-то можно играть? Вот это, конечно. Да так, пуху менять на X. Бегать на левый сосочек. Люблю на сосочек бегать. Хорошо. Блин, ну мыло ужасно. Просто невообразимо. Еще враги на пособие! Блин, я вот девку создал, а мерзкий звук я не убрал. Класс охотника, решил взять. Блин, как же в этом невозможно играть? Ну серьезно. У меня, походу, помощи в прицеливании нет. Ну, либо она настолько мне не помогает. Слышу петуха слева. Задоминировал его. Подавил авторитетом, так сказать. Ладно, бежим дальше. Знаете, я просто играл в Horizon Zero Dawn. Я играл в Last of Us 2. И вот настолько не сравнить с тем, что я вижу сейчас, что просто нет слов. Теперь я понял, почему ребята про ближний бой спрашивали. В ближнем бою очень удобно на геймпаде играть. Ну, как вы можете понимать, высокая сложность. Для неготового к джойстику геймера. Ну, это просто подлак на консоли, вы подумайте. Отпишитесь, пожалуйста, у всех, у кого в консоли вот такая дичь происходит. Просто, ну, кроме шуток, кроме рофлов, как в это вообще играть? Так, на какую кнопку улететь? Ага, понял. Ульта произошла. В любом случае, это интересный опыт. Испытать заново, которое совершенно не хочется. Врать не буду. Пиксели на пикселях, а пикселями погоняют. Ладно, мне бы доброса дайте попробовать, я все-таки постараюсь. Да, думаю, что ради этого мы с вами здесь сегодня собрались. Стрелять начинаю заранее, чтобы осуществить превентивный дамаг. Так, на какую кнопку подбирать? На Йету. Видимо, мне не сюда. Нет, туда. С 18-го раза получилось. Что, в принципе, знаете ли, тоже неплохо. Блин, ну вы просто видите, я подхожу, текстуры не прогружаются. И спустя несколько секунд они только начинают догружаться. Что за грязь? Буду стрелять ему в почку. Или это не почка. Как вы можете понимать, я не очень хороший в анатомии человеческого тела. Что с уроном, где он есть? Хотя ощущение такое, что иногда прицел все-таки как-то пытается додовестись. Не часто. Вот честно, никому бы не советовал играть на PS4 Slim. Просто вообще никому. Не буду врать, очень неприятные ощущения. Но, как говорится, что есть, то есть. Тоже нужно принять во внимание, что в настройках я особо не копался. Ничего толком не менял. Как дефолтно все было, так оно и есть. Два предупринительных дал. Так, чтобы знали, что я тут главный. Со звуком тоже какая-то странность. Девушка у меня говорит почему-то в левое ухо. Сзади что ли кто-то ползает? Да, слушайте. Может быть, со звуком еще не все-то плохо, раз я смог определить, откуда враги идут. Здесь ошибка «справился», я же не мужского рода. В рамках игры, разумеется. Я просто вот смотрю на Armand from the Ashes и примерно понимаю, как бы на PlayStation 4 Slim выглядел Darksiders 3. Думаю, абсолютно так же. И у меня супер неприятное ощущение есть, что у меня заспавнилась лаборатория лета. А я офигеть, как этого не хочу. Вы сейчас серьезно? Я первый раз запускаю игру, и мне спавнится лаборатория лета. Вы просто рофлите. Знаете, при всем желании я даже близко сюда не пойду, потому что это извращение. Поверьте, мне никто не хочет ходить в лабораторию. Лаборатория лета в самый первый раз на высокой сложности. 100% я ее скипну. Уж извините. Но рандом, конечно, такой рандом. Кто-то мне, кстати, писал то, что лаборатория лета может заспавниться, если спасти корневую мать. Вот насчет этого не знаю, не пробовал. Да, на компе бы уже 10 раз все загрузилось. Это, знаете, тот самый момент, когда ты всерьез начинаешь задумываться о том, что, блин, Влад, а может быть мне на монтаже загрузки вырезать? Да, это лаборатория. Я почему не хочу ее проходить? Она очень долгая, плюс я ее плохо помню. Поэтому, на мой скромный взгляд, нам проще вернуться в блок 13 и создать новое приключение. В джунгли не хочу, мне кажется, у меня глаза вытекут. Давайте ром глянем. В принципе, и до босса-то можно не идти. Не, ну вообще, хотелось бы. И сейчас я хочу проверить. Вот изначально я убежище один раз прогрузил, грубо говоря, в этой сессии. Насколько дольше или быстрее будет загрузка? Пока что, по первым таким скромным ощущениям, вообще ничем не отличается. Как было жутко долго, так и осталось. Да, ну, ладно. Постараюсь в следующий раз не обращать на это внимания. Консольный гейминг, он, извините меня, такой. Так, давай настройку мира быстро сделаем. Не-не-не-не, не надо. Новая. Давай ром. Высокую, поехали. В пустоши поедем, быриком сейчас чуть поглядим, повоюем. Вы не думаете, это не загрузка быстрая, это я ее убрал. Так, ну что, злые собаки, идите сюда. Вау, она так, с таким придыханием говорит. Очень эмоциональная мадама нам попалась. Вообще, насколько я знаю, PlayStation 4 Slim имеет 720p разрешение, но по ощущениям все 480p. Очень стрёмно выглядит игра. Очень. Тупо Криса собаки на меня напасть хотели. Но Влада так просто не взять. Влад сам кого хочешь возьмет. Я же доджил, дядя Ана, ты шо? Тут по звуку кто-то сзади идет. Какая страшная озвучка. По ощущениям они вообще отовсюду бегут. Эффект погружения и жуткости хорошо передан. В консольной версии игры. Здесь ничего не могу сказать плохого. Да и хорошего, в общем-то, тоже. Но тем не менее. Ну че, я думаю, что каньон оков. С незримым, ну который треугольничек боссом заспавнится. Сейчас проверим. В принципе, кстати, к вороту на Х довольно быстро привыкаешь. Не знаю, с чем это связано. Но факт остается фактом. Забыл, надо выключить. И не забыть включить. Да, говно-локация заспавнилась. Попробую ее пробежать. Кстати, максимально неприятный босс для консоли заспавнился. Тут даже звук лагает. Сейчас были прерывания звука, это не я сделал. Это игра сделала. Почему звук лагает? Алло. Не знаю, может мы какую-нибудь бракованную версию скачали дали. Трэндец. Я же не шучу. Музыка орет. Эффекты тоже орут. Я надеюсь, вы на записи это услышите, чтобы потом не обвиняли меня, что я придумал что-то там. Блин, я все еще думаю, что это прикол какой-то. Ну не может так плохо быть. Так, я вижу точку перехода, попробую доковыркаться туда. Кувыркингс, кувыркингс. Текайте села. Вечер с краю, я тут сяду. Красиво, пойдем на босс. Просто, знаете, я вот, ну сколько, ну дней 10 я это качал. Ну ладно, день 7. Ради чего? Ради чего? Чтобы испытать вот эту боль? Боль и разочарование от того, что, я не знаю, лет 10 на старом своем компуктере лучше в Lineage 2 играл с лагами, с просадками? Не знаю, не знаю. Опять же, буду ждать ваших. Что кто-нибудь тоже поделится. Настолько же хорошо играется, настолько же плохо играется. Пока что просто как-то немыслимо. Отдохнуть придется. Половина интерфейса также не переведена, это нормально. Что за говно за звуком-то, алло? На конце ли тоже нельзя проскипать ничего. И это на паузу не ставит. Но для начального персонажа очень неприятный босс. Так, он убегает. Он испугался нас. А, радиоактивных маншотов не получается. Я думаю, их больше должно прилететь намного. Угу. Угу. Геки со всех сторон нападают. Мы отбегаем. Только посмотрите на этот полигональнейший огонь. Только посмотрите. Почти вторую полосочку снесли. Боссу, думаю, стоит отдать себе должное. Прикопался, а? Вроде вернулся идеально. Но игра так почему-то не посчитала. Ого, он ваншотывает. Забавно. Забавно. Честно скажу, я даже не вижу смысла в это продолжать. Лично я считаю версию на PlayStation 4 Slim неиграбельной. Либо, конечно, нужно перезагрузить, либо что-то сделать. Но конкретно у меня, я не знаю, будет ли видно на записи, лагало все просто невероятно. Как люди в это играют, я не знаю. Но опять же, никто мне в комментариях не писал о том, что надо этого в видосах. Как ты играешь на PS4 Slim вообще невозможно играть. Возможно, просто мне не повезло. Ну что ж, опыт получен. Не самый приятный, но куда деваться. Опыт есть опыт. Надеюсь, было интересно мне так очень. Всем всего хорошего, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхердс. Субтитры сделал DimaTorzok